Поговорим о национальностях нашего полуострова, а их столько, что просто времени нашего эфирного не хватит всех пересчитать. И говорю, кстати, я об этом неспроста, потому что буквально недавно я узнал, кто такие дервиши. Оказывается, дервиши у нас есть. Это приверженцы мусульманской культуры, это своеобразные такие монахи, они же лекари. И просто вот какие-то уникальные люди. Хочется узнать больше, я думаю, и вам это будет интересно. Поэтому давайте посмотрим следующий репортаж. Это не просто головокружительный танец, как может показаться на первый взгляд. Это молитва. Так мусульманские монахи-дервиши общаются с Аллахом. В это время они впадают в мистический транс и могут кружиться от двух до семи часов. Люди, которые занимаются медитацией, знают, что кружение можно назвать королевой медитации. Это один из самых эффективных способов вхождения в транс, но в то же время способ, который требует очень серьезной физической подготовки. Поэтому даже в среде деревища далеко не все достигали высшего уровня просветления. Это были единицы. Их называли арифами или святыми. Исторически церемония проходила именно в этом храме и носила название «Сымами в Леви». Обряд длился всю ночь. Как только первые лучи озаряли храм, дервиши уединялись в Челехане, в келье. В монастыре присутствует 19 вот таких вот келей. Раньше здесь монахи проводили затворничество. Кельи строили маленькие и темные, а свет проникал через узкое окно. С собой дервиши могли взять только три предмета – циновку, свечу и священное описание Коран. В отличие от христианских традиций, монахи в обителях никогда не жили, только молились. Храм уникальный, аналогов на постсоветском пространстве практически нет. В мире из известных нам подобных сохранилось только два. Это в городе Кония в Турции, в Египте в Каире и, конечно же, у нас, в Евпатории. Но ценность нашего храма возрастает во много раз, в связи с тем, что он приблизительно на 75% такой же, какой был 500 лет назад. Странники и аскеты дервиши скитались по всему миру и проповедовали суфизам. Их часто приравнивают к монахам, но сходство лишь внешне, поскольку дервиши могли и жениться, и имели собственное жилье. Они владели несколькими ремеслами, славились познаниями в области медицины, распространяли амулеты. В средние века дервиши можно было встретить на огромных территориях, от Крыма до Иди, от Центральной Азии до Африки. Дервиши приравнивали к святым. Считалось, что это люди Бога, что это люди, которые ищут путь к Всевышнему. Поэтому их повсеместно уважали и встречали, соответственно, с большим уважением. Именно из-за того, что они, как утверждали многие из дервишей, видели или общались с ними. До сих пор в Евпаторию приезжают настоящие дервиши из Турции. Здесь они проводят свои ритуальные танцы и ценят такие за аутентичность, считая, что в храме особая атмосфера. Ведь из 22 крымских мусульманских святынь только это сохранило свой первозданный вид. Сярия Бляева, Алина Вилеев. Утро нового дня.